Путешествовать легко. В одиночку и не только. Пешком, верхом и даже лёжа на диване с телеканалом Туран ТВ. А лучше всего с президентом Федерации спортивного рыболовства Казахстана Романом Батабековым. У нас клюёт всегда. Вот, первая наша остановка по пути исследования на жемчужину Кульсай. Цель нашей поездки. Но здесь остановились, здесь вроде бы красиво, всё хорошо. Это Бугутинская долина, это перевалы Кукпек, Чарыны. Но всё самое лучшее ждёт нас впереди, вон там, в Кульсайе. Кульсайские озёра. Мечта поэта и рыбака. И близлежащие просторы, соответствующие. Изумительный ландшафт. Фантастический, возможно, марсианский. Сюда бы Аксакала Герберта Уэллса с братьями Стругацкими. Творили бы ночи напролёт. Но пока авторство кульсайских хроник за нами. Вот мы достигли последнего рубежа перед Кульсаем. Это населённый пункт Саты. Это чудесный край, чудесный пейзаж. За нами речка. На первый взгляд она кажется такая маловодная, маленькая. Но это, поверьте мне, это чилик, который только-только начинает набирать свои обороты. Сюда вливаются речки Курмитинка, Сатинка, Уртинка, Талдинка. И вот к весне это будет большая-большая река. Берега её будет наполненной, конечно, намного больше. Вот. Ну и осталось совсем чуть-чуть. Один бросок перед нами кульсай. И мы там встретимся. Смотрите канал Туран-ТВ и увидите самое интересное о нашем Казахстане. А там, высоко в горах, нас встретит радужная форель. Эти маленькие радуги плешутся в жемчужинах северного Тяньшаня. Так романтично называют кульсайские озера. Их три. Верхний кульсай расположен на высоте 2850 метров. Дух захватывает. Вы спросите, на что клюёт радужная форель? У чемпиона мира по спортивной рыбалке Романа Батабекова, по-моему, даже напалится. Но, как и всегда, везём полный комплект оснасток. И самое главное, что нужно учесть, радужная форель – хищная рыба. Она питается в основном более мелкими рыбами, а также моллюсками, лягушками, птенцами. Не брезгует и собственным молодняком. Но не будем о грустном. Мы въезжаем на территорию национального парка кульсай-кольдере. Вдыхаем полной грудью. Райское наслаждение за гранью человеческого понимания. Ас-саламу алейкум, кульсай. Ну вот, наконец-то мы добрались. Вот сердце такой темп набрало, переполняет чувства. Это жемчужина под словом кульсай. Это гордость Казахстана. Многие гости, которые со всех стран мира приходили, удивлялись. И говорили, зачем вам чужие страны, когда у вас есть своя Швейцария, у вас есть чудесный край, у вас есть великие озера, кульсайские озера. Эти озера отличаются тем, что люди, побывавшие здесь раз, они уже не могут без этих озер жить и приезжают сюда много-много-много раз. Вот они, местные жители, местные собаки, которые достаточно жирные, упитанные, красивые. Я просто доброй завистью завидую им, потому что они каждый день могут позволить смотреть на эти озера с ее прекрасными обитателями, форелью четырех видов, которых мы, наверное, сейчас скоро будем ловить, посмотрим их вживую. Дорога тяжелая закончилась. Теперь мы будем удивлять, наверное, друг друга и наших телезрителей на канале Туран ТВ. Вот, обитатели внутри, что там, вот озеро есть, и, по-моему, на поверхности воды будет, мне кажется, другая картина. До встречи на воде! У каждого рыбака свои секреты рыбной ловли и подготовка к процессу своего рода медитация. Особенно будьте внимательны к рекомендациям и наставлениям профессионалов. А вдруг под напором наклынувших чувств от предстоящего неистового клева раскроет какую-то страшную рыбацкую тайну. Вот, прибыли на самый берег Кульсая. Сейчас посмотрим. Я помню, были времена, когда здесь клевало очень часто и много. Меня не было здесь 5 лет. Не знаю, уже и, может, рыба поменялась, снасти поменялись. Сейчас будем пробовать. Ну, я для начала взял легкие снасти. Легкие снасти. Постолько-постолько здесь форель такая, ну, предположим, может быть, 200-300 грамм. 400, может, 500, хотя есть экземпляры, которые достигают до 5 килограмм. Здесь нужно мягкий кончик взять, чтобы был он чувствительный. Так, сейчас мы ее проверим. Более подходящие тесты. Волнуюсь, потому что Кульсая – это как свидание с девушкой. Вот. Я помню времена, когда здесь людей даже не было. Мы были 20 лет назад первые с товарищами. Вот, мне показывали. И рыбы здесь было, как, не знаю, мекки форелей. Четыре вида форели здесь. Радужная, сиванская, ручевая, пеструшка. И вот, я первый раз туда следил, что за хищник такой, какой активный, как он сильно борется. Вот. Я еще придумал небольшую хитрость. Так, я взял с собой эхолокатор, эхолот, чтобы посмотреть. Потому что обычно говорят, рыба клюет вчера или завтра. Поэтому это простой эхолот. Мы его применяем в зимних условиях. Вот. Он достаточно прост в эксплуатации. Выделяется. Сразу напрямую работает. Вот. И показывает глубину, есть ли рыба или нет. У нее индикатор трех номинаций, будем так говорить. Мелкая, средняя, большая. Прибор достаточно простый. Который достоверно будет говорить, насколько рыба есть или нет. На какой глубине она ходит. Как она ходит, с какой скоростью. Этот же прибор покажет температуру воды. Ну и мы получим нужные рекомендации. Это маленький такой научный прогресс. Хотя он уже давно устарел, по-моему. Ну, на этом водоеме только атакуется форель, поэтому будем ловить хищника. Будем ловить спиннингом легкая оснастка, где-то с тестом над катушкой 1000 и тест на 10-15 грамм. Второй спиннинг будем рассчитывать, что попадется крупная. Этот спиннинг рассчитан 10-35 грамм. Приманки будут на легкую блесну. Это джиголовки на имитирующую рыбку. Здесь мы будем использовать только блесны. Блесны такие, вертушки, колебалочки. Ну, посмотрим, что получится. Говорят, что рыба еще здесь есть. Поэтому через полчаса я могу сказать, какая она и вообще есть ли она или нет ее. Последний взгляд на уплывающий берег. Плеск волны, скрип уключенный. Салам алейкум, Кульсай! Только сейчас была такая ситуация, и это вот много-много-много людей собрались. Это знаете, какое-то сватовство произошло, какое-то очередное свадьба, молодожены. Это Кульсай притягивает сюда. И одно такое знаковое такое место историческое, где молодожены хотели бы начать свою жизнь. И вот то, что все приходят сюда, получают благословение этого края, и особенно хотят запечатлеться здесь на Кульсайе, встречаются, радостями делятся, да. Это говорит о том, что Кульсай сильно притягивает, и в этом что-то есть знаковое. Вот. Закинешь удочку? Кульер! Сейчас глубокая осень на дворе. Сегодня уже ноябрь. И я не могу рассчитывать на перспективу вот этой вертушки, потому что, в принципе, это орудие ловли только на весной-лето. Но я не знаю, посмотрим, бывают всякие же рыбалки. Рыбалка – это вообще вещь такая, что непредсказуемая. Рыбалка бывает или завтра, или вчера. Поэтому, когда рыбаки говорят, какая будет клев, мы эту басню постоянно слышим. Поэтому мы можем сегодня ее услышать вновь. Но мастера сделают свое дело. Я купил моделя и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Так. Ну вот сейчас мы вытащили наш эхолот. Я хотел бы посмотреть, что на водой именно творится у нас, да? Потому что разные говорят. Я буду сейчас сканировать дно, на какой глубине мы находимся. Мы находимся на глубине 4 метра. Сейчас, 4 метра. И начинаем сканировать дно. Пока я не наблюдаю никаких движений. Вот мы уже уходим на 5-метровую глубину. Ну, резкий свал уже идет сюда. Ну, надеемся. Ну, бывали времена, когда даже начинающие словили. Вот. Рядом со мной сидит еще начинающий рыбак на ремонт. Не знаю. Бросает удочку. Неплохо он спинник. Но пока результатов нет. Ну, убеденный. Убеденный. Да. Гитару-то не взяли. Главное, дать ей утонуть немножко. Да, да, да. И скорость нужно поймать такую, чтобы нормальная была скорость. Вот рыбу же не отманишь ее. Она именно на естественные движения рыбы. Повадки, приманки ловится. Давай, давай. Вот, давай, давай. Подсак, подсак. Да, есть. Ох, а ты, блин. Я замернул, я замернул. Эх, оборвал. Засранец такой, а. Ну, и такое, к сожалению, бывает. В нашем виде споты, как рыбалка. Блин, какой экземпляр, а. Да, тут тянешь, 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 работаешь, 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 да. Ну, ладно. Мы, рыбаки, на той рыбаки, что не расстраиваемся, честно говоря. Да, мы будем дальше бросать. Ну, опять тот же момент, когда рыба не клюет. Но что нужно сделать? Нужно поменять. Блесну, или что-нибудь там, не знаю, как катушку, леску. Сейчас проэкспериментировать очень интересное орудие. Называется зимняя рыбалка. Да? Рыбал зимнюю снастку, зимнюю маленькую удочку, так называемую. Имитировать зимнюю рыбалку, потому что рыба очень не сильно активная. Поэтому мы будем ее выманивать из глубины. А для глубины это нужно как раз твистером. Вот такой рыбалкой, которую мы пользуемся зимой. Попробуем. О! Ах ты, сад! Есть! Это называется у нас зацеп. Да, к сожалению, бывают такие ситуации, когда наше орудие, снасти немножко не подготовленные. Мы ловим, ну, явно не рыбу. И вот те снасти, которые мы приготовили зимой, они должны работать зимой. Рыба нас не поверила, поэтому мы ее что сделаем? Мы положим ее назад. И вернемся к нашему волшебному спиннингу. Вот он. Кульсай встретил оглушительной красотой и тишиной. Клева не было. Пока. Наверное, нужно спеть приманивающую песню. Нас встретит долгожданная свобода. И ширь небес которой не объять. И пусть с утра не летная погода. Мы не летать идем червей копать. Рыбак, рыбака, наверняка, Невиданным лобом удивит. А если не клюет, на червяка плюет, У рыбака легкая рука. И вот долгожданный удар. Нервных просим выключить телевизор. Ес! 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 Ааа! Ес! Смотри! Где? Ерские сапоги! Да! Да! Ма! 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 Вот так вот. Это форель, да? Это форель. Кайф. Вот она. Вот она называется как раз и радужная чешская поляна, которую мы целуем. Ма! И отпускаем. Дедушка позови. Бабушку позови. Главные заповеди рыбака. Быть начеку. Обловить конкурента. Обхитрить соперника рыбину. Рукам покоя не давать. Говорить только правду. Угол был, я вам сразу скажу. Но не очень. Не очень, чтобы очень. Но не очень, чтобы не очень. Но впечатлительные. Поэтому нормально. Следующий эпизод вы увидите, когда будем жарить нашу рыбу. Уже на берегу показалось, что из озера на нас глядят сотни ехидных рыбьих глаз. Кульсайский Нептун Ата сегодня не на нашей стороне. Кульсай. Огромная книга сказок и мечт. Только первая страница раскрылась перед пытливыми следопытами. Выходит, до новых встреч. Приключения продолжаются. До следующей тайны, Кульсай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова